Сегодня с утра идёт песня Аллы Борисовны Пугачёвой. Так, наладилась? Наладилась. Твоя любовь похожая, она сон. Вот такая песня у меня идёт. Так, так. Всё. Всё видно, слышно. Отстроились, отстроились. Приветствую, кто присоединяется к прямому эфиру. Доброго времени. Доброго утра, дня, вечера. Какие у нас разные-разные присоединяются и страны, и континенты даже. Вот кошечка у меня выходит на помощь уже. Друзья, у нас сегодня завершающий день. Три недели мы с вами отработали. Как-то сегодня я встала и поняла, что совсем незаметно прошли эти три недели. Абсолютно три недели, кто с самого понедельника, да, когда-то, когда-то три недели назад присоединился к вот такому, ну, начинающему для кого-то, да, абсолютно новому курсу для работы с телом. И надеюсь, что у вас дальше это продолжится уже в таком режиме, ну, хотя бы, пусть это будет пять раз в неделю, да, 15 минут. Можно, в принципе, делать и каждый день. Но давайте себе психологическую, физическую нагрузку обязательно. Сегодня у нас завершающий день по составной гимнастике, по основе, да, из методики «Исцеляющий импульс». Ну, я надеюсь, что вы уже обратили внимание, да, как у вас по-другому реагирует тело, особенно вот прохлапывание по голове, когда начинают делать и чувствуют болезненность, да, как у нас от напряжения и умственного, и чаще всего это психологическая стрессовая ситуация, да, то есть у нас сковывает наше тело, наш организм. И как следствие, да, от напряжения миофасциального, в том числе соединения, получается, плохо слышно, да, наверное, что-то так, звук раз-раз, буду погромче говорить, тогда получается, что как следствие, да, у нас пережимаются. Отток-приток нарушен, да, особенно вот по головне, по лимфатической части, по приток головному мозгу крови, кровеносных питательных элементов, да, по крови головному мозгу, кислорода головному мозгу. Отток, да, то есть вот это вот все, оно как следствие у нас приводит к различным таким заболеваниям, которые уже вывели, да, в болезни, это и хроническая гипоксия головного мозга, и синдром хронической усталости, что сейчас 80% городских жителей практически, особенно зимой, имеют, да, но это всего лишь следствие. И, как вы уже понимаете, возможно, кто-то уже почувствовал на себе эффект, да, бодрость целого дня, когда вы делаете такую утреннюю зарядку всего 15 минут, а прет на целый день, как некоторые пишут, да, хотя со стороны кажется, что мы с вами просто чего-то там машем ручками. Ну, вот такая синергия с дыхательной практикой через сопротивление позволяет нам включить очень мощно систему организма нашего, да, настроить его, соностроить эти системы, и чтобы мы, ну, более экологично входили в день, ну, и вообще, в принципе, экологично жилось нашему телу в этом пространстве. Ну, что ж, начинаем, начинаем наш завершающий день, такой каламбурчик, да, получается, начинаем наш завершающий день нашего такого трехнедельного, ну, можно назвать его, марафона с основной гимнастикой по методике целяющего импульса. Это основа, да, это основа здесь состояла из методики целяющий импульс. Коснусь еще раз трех правил, чтобы они у вас, кто со мной шел три недели, отложились, скажем, таким приятным, приятным фундаментом при выполнении, вот, витматься, да, то есть, у меня что-то немножко прыгает эфир, надеюсь, его не выйдет что-то опять сегодня. Да, вроде бы интернет включен. И, соответственно, вот эти три правила, их нужно использовать вообще при любой практике занятий, если мы хотим, чтобы, если мы идем, да, и говорим о здоровье, об экологичном отношении к нашему телу. Так, эти три правила для составной гимнастики по методике целяющий импульс. Это первая максимальная амплитуда движения. Мы работаем на максимальной амплитуде движения, но своей. Понимаем, что у нас, учитываем, да, нюансы с телом по жизни происходят у всех разные, различные, поэтому идем к максимальной амплитуде своей. Окей, но стремимся постепенно, да, раскрывая, работая с этими областями, со всеми, да, где мы применяем упражнения, постепенно стремимся к анатомической максимальной амплитуде. Как должно быть, как задумано сверху создателем, независимо, сколько вам лет. Максимальная скорость, потом мы прибавляем, максимальная скорость тоже. Работаем, и все вот эти вот два правила, максимальная амплитуда, максимальная скорость, работаем только в зоне комфорта. Не дискомфорт, не тем более боль. То есть я сейчас говорю не о крепатуре мышц, да, когда мы поработали на следующий день, через день там приятное такое побаливание, иногда и даже такое активное побаливание, да, мышечной группы, мышечной группы. А именно о боли, дискомфорте, что связано все с суставом, вокруг сустава, с установной сумкой, сухожильенно-связочного аппарата. То есть мы ориентируемся на вот эти составляющие. И дыхание через сопротивление. Третье, что мы прибавляем при движении, дыхание через сопротивление. Именно вот эта синергия позволяет получать такой мощный эффект за 15 минут. Но если мы, конечно, будем дольше делать и больше, и глубже уходить в практику эту, да, то, конечно, там совсем другие начинаются телодвижения, да, и внутридвижения внутри нашего тела. Итак, дыхание через сопротивление. Повторяем его. Вдох у нас. Два такта сейчас покажу. Вдох-выдох, да. Вдох. Делаем полностью глубокий вдох. Вдох полностью раскрываем грудную клетку, наполняем лёгки полностью воздухом. И прежде чем сделать выдох, так называемое сопротивление создать для выдоха воздуха, мы ставим зуб на зуб, прижимаем язычок к внутренней поверхности зубов, язык наш, да, напрягаем животик. И начинаем выдыхать через рот, здесь уже пошёл выдох, создавая сопротивление таким образом. Такой шипящий звук получается, я его ещё называю дыхание королевской кобры. Ещё раз. Вдох, раскрываем грудную клетку. Выдох. Из-за того, что у кого-то будет скорость, я буду работать в средней скорости, мы будем делать четырёхтактное дыхание. Чем больше скорость, тем больше тактов. Два раза вдох, 50% взяли воздуха, 50%, да, 100% добрали. И также выдох, 50-50. Таким образом мы с вами работаем, соединяя все три правила, амплитуда, скорость и дыхание. Ну что ж, начали. Засекло время и наше первое упражнение уже привычное, да, для вас. Наклоняем голову и прокладываем себя по всей части головы. Не жалеем, прокладываем активно. Отлично, закончили. И пошли наклоны головы вперёд-назад. И уже пока я говорю, вы подключаете дыхание. Вдох, вдох, выдох, выдох. И помните, когда вы будете работать самостоятельно, всегда область шеи и область поясницы мы начинаем медленно, каждый раз, как первый раз, проверили свою амплитуду в зоне комфорта, только после этого прибавляем скорость. Поворачиваем голову в левую сторону, смотрим налево, продолжаем наклоны вперёд-назад. Возвращаемся в исходное положение. И поворачиваем голову в правую сторону. Возвращаемся в исходное положение. Повороты головы налево, направо. Вдох, вдох, выдох, выдох. Отлично, закончили. И по диагонали короткие у нас будут амплитуды наверх вначале, потом вниз, и то же самое наоборот. Смотрим наверх, короткая амплитуда, вдох, вдох, выдох, выдох. И глазами глаза заводим за себя, смотрим, что у меня за спиной. Ну, у вас, да? То есть у каждого, что за спиной находится. Отлично. Теперь заглядываем в подмышку. Пытаемся также глазами навести взгляд, что у нас подмышкой. Теперь по диагонали сменили. Опять вверх смотрим в потолок, глаза заводим назад. Подмышку сменили. Смотрим, что у нас подмышкой. Заглядываем за руку. Закончили круговые движения. Здесь уже ориентируйтесь на свое состояние. Или дыхание через сопротивление. Опускаем или обычное дыхание. Главное, чтобы не кружилась голова. Завершили. Подъем плечи вверх-вниз. Поднимаем плечи. Максимальную амплитуду, помним, делаем. Если при скорости у вас снижается максимальная амплитуда, с которой вы начинали, снижайте скорость, выходите обратно на амплитуду. Она важнее. Отлично завершили. Круговые движения назад. Раскрываем грудную клетку. Закончили. Круговые движения вперед. Постепенно разводите руки по фронтальной плоскости в стороны. Поднимаем. Небольшая амплитуда именно здесь, в круговых движениях. Постепенно поднимаем руки. При этом стоим в пространстве ровненько. Спина прямая. Плечи тоже разводите. Отводите назад. Не сутультесь. Не поднимайте. То есть снимаем максимальное напряжение. Опускаем потихоньку. И пошли вниз. Отлично завершили. Стряхнули. Ручки вдох. Выдох. И сделаем в наклоне. Угол 90 градусов. Разводим ручки. Как птички полетели вверх. Соединяем лопатки. Чувствуем кожаную складку между лопатками. Их перекрестики перед собой. То правая, то левая рука впереди. Симметричная запуска мышц. Идет. Отлично завершили. Немножко встряхнули ноги. Сняли напряжение. И опять в наклон уходим. Как будто мы с вами лыжники на лыжной тропе. Ручки вдоль туловища. Мах. Разбутая палками. Отталкиваюсь. Да. Сейчас на лыжной тропе. Колени чуть согнули. Спинка прямая. Вдох. Вдох. Выдох. Выдох. И начинаем ускоряться. Отлично завершили. Встряхнули ручки, ножки. И локти прижали к туловищу. Начинаем работать с локтевым суставом. Ладошки смотрят вниз. Плечо прижато. Локти прижато. Работает только предплечье. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Отлично завершили. Сделали круговые движения пальчиками. То есть амплитуда. Хаотика пальчиков. Амплитуда максимальная здесь. Представляем, как будто делаем кому-то массаж. Или заводим тугое-тугое тесто на пельмени, на манты. И дышим, дышим. Встряхнули ручки, пальчики. Переходим в область груди. Упражнение гамблия. Ладонь на ладонь давим. Область солнечного сплетения. И локти у нас влево-вправо, влево-вправо. Прорабатываем грудные мышцы. Поднимаем чуть выше уровень лица. Держим. Опускаем опять уровень солнечного сплетения. И опускаем пальчики вниз направленные. И возвращаемся в исходное положение. Отлично, завершили. И простучали себя опять. Кулачки, ручки взяли. То есть вот так вот пальчики зажали. Большой тоже убрали. И простукиваем себя по грудному пространству. Снизу вверх поднимаемся. Снизу вверх. Можно здесь попеть, поговорить. Раскрываем голосовые связки. Выпускаем все наши блоки. Вдох. Здесь глубокий, обычный вылеток. Здесь без сопротивления дышим. Обычное дыхание. И простукиваем себя в область руки. Можно поиграть в танзан, если вы дома один. И соседи уже не спят за стеной. Отлично. Провели себя по грудной клетке. И переходим дальше. Область талии, область поясницы. Давайте сделаем в наклоне. Мы уже делали такое упражнение. Одна рукавера, другая вниз. Это у нас большая мельница получается. Вдох, вдох, выдох, выдох. Включаем работу практически весь. У нас здесь позвоночный столб идет. Ну, хорошо прорабатывается в грудном отделе. Вдох, выдох, выдох, выдох. С, 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 с. Отлично. Завершили, поднялись. И круговые движения сделаем туловищем. Мысленно разделили себя напополам. Каз у нас остается в статике. И делаем круговое движение. Здесь, пожалуйста, прошу аккуратнее вас. Техники безопасности. Кто первый раз, дыхание лучше обычное делать. Кто не первый, через сопротивление продолжаем. Но следим за техникой безопасности, потому что и дыхание, и такая большая максимальная амплитуда здесь. Если работаете, я даже делаю с отрицательным углом назад. Но здесь будьте внимательны, если с поясницей уже есть какие-то изменения, нюансы, делаем акцент на растяжение. Работаем только в зоне комфорта. То есть никаких отрицательных углов делать не нужно. То есть, отклонение назад. Закончили. И в обратную сторону. Отлично. Завершили. Переходим в область таза. Давайте сделаем сегодня восьмерку. Вчера у нас была ломбада, сегодня подключаем дальше ломбаду, но именно восьмерочку. Зачеркиваем правым-левым, правым-левым бедром. Воздух, пространство. Чем круче будете зачеркивать, то есть такую полную делаете восьмерку, красивую, то есть сверху будет смотреться, как будто мы выписываем с вами цифру восемь в пространстве. Отлично, завершили. И махи в сторону козобедренные суставы. Итак, мы с вами вот 15 минут проходим все тело, от макушечки до пяточки. Прорабатываем и крупные суставы, и мелкие суставы, даже пальчиков, да, вы делали хаотику пальчиков, и суставы ног мелкие все, тоже, вплоть до пальчиков. Отлично, закончили. Другая нога. Отлично, завершили. И ноги на ширине плеч, круговые движения на внешнюю сторону. Работаем с коленями. Вовнутрь пошли, смена. Отлично, завершили. Снимаем кроссовки, снимаем кроссовки. И возвращаемся к нашим любимым стопам. Раскручиваем через большой палец ноги, чтобы он сгибался у вас. Очень часто напряжение, особенно у девчонок, у нога-бука ходит, могут согнуть, да, поработать носком. В напряжении сухожилия сяточная, здесь очленение. У нас это единая система, все это сказывается вверх, снизу, вверх. И даже на перекос таза в пространстве. Идут различные курфозы, ларбозы, да, потом сколиозы, вовнутрь, в сменах. То есть одна из причин, так в том числе, стопа начинает большую нагрузку в течение дня. Это гипертонус стопы, сухожилия сочленения, струнки, там, как и гитары иногда, если перетянуть, то потянем за собой все буквально. Мы можем долго очень исправлять спину, надо начинать. То есть, в общем, комплексный подход, друзья, никуда не денешься от комплексного подхода с телом. У нас все взаимосвязано. Смена, другая нога, раскручиваем наружу. И вовнутрь. Замечу, что суставная гимнастика на основе стреляющего импульса, который мы с вами сейчас делаем, это всего лишь 10% от методики самой стреляющей импульс. Это широкая база знаний, это физические упражнения, рабочего дня, другие там, да. А суставная гимнастика, это 10% от них. Это и голодание лечебное, это и закаливание, это и открытое сердце, да, то есть это вообще отдельная тема. Питание рациональное. Отлично, закончили. У меня наверху в шахте кофе есть ссылка, можно зайти почитать об этой методике, об авторе вдох-выдох, посмотреть, как 60 лет человек выглядит. То есть теория и практика должны быть в жизни сами ски. И вы смотрите всегда на людей, которые дают какую-то теорию, а как они с нами этой теории, теорию этой соответствуют, да, своей. Чтобы теория с практикой соединялась. Это я уже делаю пальцем в ушки, вздох еще раз. И максимально растянули, растянули, растянули себя потолок к соседям. Выдох. Ну что ж, вот наши 15 минут, завершающие, которые мы с вами произвели. Ну, в этом уже году не буду ничего такого, наверное, ну, может быть, периодически выходить, чтобы делать такой полноценный комплекс. Сейчас готовим с партнерами, с друзьями, готовим очередные на специализированных площадках для вас упражнения физические, да, то есть направленные именно на оздоровление, которые, то есть я за оздоравливающие комплексы, да, все остальное прилагаем в удовольствие, да. Ну и, соответственно, после Нового года, я думаю, выйдем в эфир уже, дам вам знать, что мы делаем, чтобы это было удобно для вас, для вашей работы, в личных кабинетах, чтобы это было, да, то есть уже с Академией мы провели несколько, с самой Академией Голдсиса мы провели несколько эфиров по обучающему курсу с уставной гимнастикой. Это было круто, уже пять потоков прошло, огромная база уже на работах, как давать, да, и, соответственно, сейчас с ребятами, вот, Дворец здоровья, о котором я говорила, тоже уже подготовлена площадка, и будем вам выдавать там огромный, огромный пул знаний и активности. Я думаю, даже у нас ближайший марафон, возможно, мы сейчас прорабатываем план, да, возможно, будет даже запущен по антипаразитарной такой вот программе, да, то есть паразиты наши, все, они вокруг нас, на нас, в нас, да, вопрос, активны они или неактивны, да, и что с этим делать. То есть два раза в год обязательно нужно проходить антипаразитарные программы. А как проходить, ну, и, наверное, группа всегда интереснее, и вот сейчас с Дворцом здоровья подготавливаем площадку, и, возможно, какие-то вот такие мероприятия, первые, которые у нас запустятся, антипаразитарные, будь в том числе. Это классно, когда под надзором специалиста, да, когда комплексный подход и с рациональным питанием, и с двигательной активностью, чтобы у нас все и кишечник работал, функции все отлажены были, потому что, ну, опять-таки, ох, уже, уже начинается рабочий день. Друзья, в общем, следите за новостями. Пока-пока, обнимаю, и хорошего, бодрого утра. Продолжение следует...